Добрый вечер на ТВ 8 новости в студии Юлия Будеч. Смотрите главная тема дня. Добрый вечер на ТВ 8 новости в студии Юлия Будеч. Если в ближайшее время состоятся выборы, таковы данные опроса Международного республиканского института. Согласно тому же исследованию, половина граждан Молдовы черпают новости из телеканалов, принадлежащих лидеру демократов. В случае парламентских выборов в конце этой недели 32% опрошенных сказали, что поддержат партию социалистов. 18% готовы проголосовать за партию действий «Солидарность». 8% респондентов высказались за демпартию. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог в 6%. ПКРМ и партия «Платформа достоинства и правда» получили бы по 4% голосов избирателей. И НПМ и наша партия по 2%. И по одному ЛП – Национал-социалистическая партия и партия народного единства. В личном рейтинге доверия лидирует Игорь Дадон. 31% респондентов. Майя Санду доверяют 16% опрошенных. Андрею Анастасию – 8%. Премьер Павел Филипп и лидер ПСРМ Зинаида Гречаны идут вровень. Им доверяют по 6%. На шестом месте в рейтинге доверия лидер ПКРМ Владимир Воронин и председатель ДПМ Влад Плохотнюк оба набрали по 4%. Замыкают список спикер Андреан Канду и примар Аргеева Илон Шор, которым доверяют всего лишь 1% населения. Соцопрос провели за несколько месяцев до парламентских выборов, которые пройдут на основе смешанной избирательной системы, принятой ПСРМ, ДПМ и ЕНПМ, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Опрос был проведен в феврале-марте на выборке из полутора тысяч человек. Погрешность составляет плюс-минус 2,5%. Министр здравоохранения избежала вотума недоверия. Социалисты настаивали и требовали пригласить главу Минздрава на слушание в парламент. Однако демократы и народные европейцы покинули пленум. Продолжение следует... Так отклонили вотум недоверия выдвинутой социалистами против Министра здравоохранения Светлана Чеботарь. Продолжение следует... Продолжение следует... С начала весеннелетней сессии парламента перед депутатами уже выступили министр экономики Кирилл Габурич и вице-премьер Юрий Лянко. Оба вотума отклонили. Данные налоговых деклараций первых лиц государства стали скромнее. Андриан Канду, к примеру, в своей декларации за прошлый год указал зарплату в 190 тысяч лев. В 2016 году у Канду были указаны более 11 миллионов дивидендов. Игорь Дадон в прошлом году получил 177 тысяч лев в качестве зарплаты за должность президента. Подробное о данных налоговых деклараций чиновников смотрите далее. За прошлый год Андриан Канду указал в своей налоговой декларации зарплату в 194 тысяч лев за пост председателя парламента. В 2016 Канду только в качестве дивидендов получил 11,5 миллионов лев от компании Prime Management SRL, где ему принадлежат 10% акций. Помимо двух пар часов стоимостью более 9 тысяч долларов, у Канду появились еще две. Одна стоимостью 8 тысяч долларов, другая за 11. Из обнародованной декларации о доходах исчезла квартира в 85 квадратных метров. У Андриана Канду осталась другая квартира площадью 61 квадратный метр и апартаменты, взятые в рассрочку у Влада Плохотнюка. Глава государства в 2017 году получил зарплату в 177 тысяч лев на 100 тысяч меньше, чем его супруга. Игорь Дадон также указал дом площадью 422 квадратных метра стоимостью 2 миллиона лев. Остался также и кредит, полученный в 2013 году под 8% годовых. Должность премьера принесла Павлу Филиппу доход в 280 тысяч лев. В своей налоговой декларации он указал 8 земельных участков и квартиру в 54 квадратных метра. В документе также указаны апартаменты площадью в 316 квадратных метров, также взятые в рассрочку. Что не день, то отставки. На этот раз в Рио Примаро уволила руководителя Первой горбольницы. Сильвия Раду отстранила Юрия Дандюка, пока он был в отпуске, который взял для подготовки научной работы. Сам Дандюк считает отставку незаконной. Он намерен проконсультироваться с юристами. В подписанном Сильвии Раду распоряжении отмечается отставка Дандюка связана со слабым управлением подразделениями медучреждения. Жалобы, поступающие от граждан, очень хорошо описывают систему, внедренную в последние годы Молдавану, Дандюком и другими, которые сделали все, чтобы система работала исключительно в их пользу и никак не в пользу пациентов. И, соответственно, жители Кишинева, написала Сильвия Раду на своей странице в Фейсбуке. Юрий Дандюк, в свою очередь, считает, что его уволили незаконно, поскольку он находится в ежегодном отпуске, который взял в связи с защитой диплома. Юрий Дандюк ответил нам, что проконсультируется с юристами. Первая горбольница известна разразившимся там ранее скандалом, когда одну из врачей избил муж, скончавшийся на больничной койке пациентки. Алла Валенга позже в одном из интервью признавалась в больнице на каждом шагу нарушения. В частности, врачи вынуждены собирать с пациентов деньги на ремонт или для организации застольев. Распоряжение об отставке Дандюка Сильвия Раду подписала после того, как накануне она же уволила главу управления здравоохранения. Михаил Молдавану также говорил, что не согласен со своей отставкой и вернется на работу сразу после окончания больничного. Скандал вокруг церкви в селе Деренел не утихает. Сегодня прихожане устроили митинг. Манифестанты и сторонники молдавской митрополии потребовали вернуть им церковь. А несколько дней назад полиция выгнала группу прихожан, которая ночевала внутри храма. Двери опечатали. Президент, прихожан, прихожан! Президент, прихожан, прихожан, прихожан. Президент, прихожане хотят присутствовать на пасхальном богослужении. Президент, прихожан, прихожан, прихожан. Президент, прихожан у них поможет сделать дивизирование захатного митинга Zieговan Пармитрия. Как говорит священник несколько дней назад, полицейские выдворили группу прихожан, которые 24 дня находились в церкви. Другая группа прихожан из Деринеу ранее провела пресс-конференцию. Жители обвиняют священника Валжи. Диринеу разгорелся после того, как священник попытался перестать. Перевести храм под управление Бессарабской митрополии. Отец Флорин свое решение объяснил наличием высоких сборов, которые требуют в Молдавской митрополии. В Унгенской епархии эту информацию опровергли. В парламенте заслушали председателя Координационного совета по телерадиовещанию. Драгош Виквелл представил отчет о деятельности учреждения. Раунд вопросов накалил атмосферу. Некоторые ответы депутатам не понравились. Адриан Кандо был вынужден прервать доклад председателя КСТР из-за разговора в зале. Народные избранники, похоже, не проявили интереса к отчету. А не то и дело говорили между собой или вовсе разговаривали по телефону. Дом Виквелл, че скузь гору фрамос. Дом Прещеденте, ам impresия ка колеги не сут интересація на рапорт. Драги колеги, вирога фрамос линище. Кине не оре чеф де лукру, поате са иаса до сала плену, лой бенетелез, ренунцант на салариу пенту зиуа де-астаѣ. Адмосфера стала динамичнее ка гда дела дошла до вопросов. Депутаты требовали объяснения в связи с принятием закона о борьбе с пропагандой, который запрещает вещание аналитических программ российских телеканалов. П Kamenев, ГТО, СССР, ГТО, СССР и ГТО. Люди не доверяют громким заявлениям власти. Об этом говорят результаты последнего соцопроса. Большинство граждан Молдовы считают, что страна движется в неверном направлении. Зарплаты и пенсии маленькие, а безработица процветает. Депутаты, по мнению населения, самые коррумпированные в республике. По данным опроса Международного республиканского института, 73% граждан считают, что Молдова движется по неправильному пути и лишь 26% придерживаются противоположного мнения. Низкие зарплаты и пенсии – основная проблема Молдовы, так считает треть молдаван. Почти столько же недовольны безработицей и царящей в стране коррупцией. Также в числе проблем, с которыми сталкивается республика, назвали миграцию населения и бедность. Результаты опроса также показывают, что депутаты – наиболее коррумпированные чиновники. По меньшей мере такого мнения придерживаются 30% граждан. 21% считают, что в коррупции погрязли врачи, учителя и полицейские. А на третьем месте – работники юстиции – 11%. Вообще исключить их и арестовать, и все. Во-первых, нужно сажать чиновников, в первую очередь, и притом надолго. Во-вторых, люди должны сами не давать. Сажать? Ну, так лет на 10, не меньше. Участников опроса попросили выбрать между Европейским и Таможенным союзом. 43% считают, что ЕС – лучшее решение для Молдовы, 42% высказались за Таможенный союз. Юлия Скрипаль, дочь бывшего агента ГРУ, начала самостоятельно есть и пить. Британская национальная служба здравоохранения объявила, что россиянка пришла в себя после страшного отравления. Она находится в сознании и может говорить. По данным врачей, только два человека остаются в больницах после инцидента в Солсбери. Пострадавший полицейский уже выписан из больницы. Эксполковник ГРУ Сергей Скрипаль по-прежнему в тяжелом состоянии. Скрипали нашли бессознание на скамейке у торгового центра в Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены произведенным в России новичком. Москва все обвинения отрицает. Лондон поддержал ряд западных государств, выславших в знак протеста российских дипломатов. Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя дома. Специалисты выявили самую высокую концентрацию агента на данный момент на входной двери, сообщили после судебной и научной экспертиз британские полицейские. Также следы отравляющего вещества были обнаружены в ресторане, который посещали Сергей и Юлия Скрипаль незадолго до отравления. Сильвер Аду пообещала залатать разбитый асфальт в столице в течение двух месяцев. А за качество ремонта будут отвечать руководители профильных управлений. Раду отрицать любое причастие инициативы к предвыборной гонке. К слову, ранее Влад Плохотнюк также пообещал отремонтировать сотни километров национальных дорог. Деньги на ремонт будут выделены из государственного бюджета. Исполняющая обязанности премара пообещала, что в течение двух месяцев дороги в столице станут лучше. Сильвер Аду лично проследит за ходом ремонтных работ вместе с международными экспертами. К слову, несколько дней назад работников застали с поличным. Они заливали асфальт в ямы, наполненные водой. Между тем, примар предупреждает, не обойдется без пробок. Ремонтом дорог муниципалитет займется в дневные часы. Все ямы заделывают и только после этого власти займутся капитальным ремонтом дорожного покрытия. Сильвер Аду пообещала найти средства, помимо обещанных 125 миллионов лев, выделенных из бюджета управления транспорта. В Риограде начальник отрицает, что в течение двух месяцев, что компания капитального ремонта столичных дорог имеет отношение к местным выборам. Нише не обещал, как кандидат, на функции для примар, вам сказали, что я еще не обязана, если вы делаете это дело. Ситуация с разбитым асфальтом усугубилась с приходом весны. Ямы стали причиной ДТП и поломок автомобилей. Водители жалуются, что на ремонт приходится тратить тысячи лев. Но решить проблему с дорогами не удается. Они возвращаются в автосервисы. Один из вопиющих случаев произошел несколько дней назад, когда в центре города автомобиль заострял в яме глубиной в один метр. В Липканах заключенные выращивают коноплю на территории тюрьмы. С такими серьезными заявлениями выступает защитник прав заключенных. Виталий Кзинья говорит, что один из них отправил ему несколько весьма интересных фотографий, на которых видно, как выращивают коноплю в местах лишения свободы. Департамент пенитенциарных учреждений начал внутреннее расследование. Виталий Кзинья утверждает, что один из заключенных в Липканах связался с ним и просит помощи. По словам заключенного, в местах лишения свободы сформировались группировки, которые выращивают коноплю на территории тюрьмы. А руководство закрывает на это глаза. Я, как братан, хочу с укупом. Братфава еще на Липкани. Грести, ярба. Просто это мне сказали, что здесь есть серия, где скручиваются к неправительным пропорциям, особенно с большим. Из чего это нормально, что шеф-пенитенциарный знает. Ведь после жалобы против молодого человека возбудили еще одно уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. В департаменте пенитенциарных учреждений пообещали разобраться в ситуации. Виталий Ксения намерен разобраться в этом деле и, если понадобится, он намерен обратиться в европейские инстанции. Добраться до Одессы теперь можно будет еще быстрее и с большим комфортом. Сегодня из молдавской столицы запустили обновленный дизель-поезд. В нем четыре вагона. Один из них предназначен для лет с ограниченными возможностями. Есть в поезде и Wi-Fi. Поезд Кишинев-Одесса будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправляется из Кишинева в 6.57 утра. Из Одессы выезжает в 18.45, а прибывает в Кишинев в 22.27. Билеты будут стоить в зависимости от класса. От 151 до 167 леев. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, присылайте нам свои фото и видеоматериалы в редакции сайта tv8.md. Или звоните к телефону, указанному на экране. Ваша информация станет новостью. О погоде расскажет моя коллега Виктория Царева. Затем смотрите специальный выпуск ток-шоу «Политика» с Натальей Морарь. У меня на этом все. Увидимся на ТВ8. Всего доброго и хороших выходных. ТВ8. Всего доброго и хороших выходных.